Более двух лет наша республика пытается интегрироваться в Евразийский экономический союз. Однако на пути наших товаров на крупнейшие рынки, а именно российские и казахские, до сих пор имеются различные препоны. То, что стать полноправным членом этого союза будет легко, никто не обещал. В этой связи страна запрашивала преференции по ряду наименований товаров. Кроме того, добилась установления переходных периодов по внедрению технических регламентов. Для того, чтобы стране начать получать экономическую выгоду от этого союза, необходимо было отойти от реэкспорта. И начать налаживать свое производство, при этом, чтобы качество производимого соответствовало стандартам ЕАЭС. И Россия, как крупнейший партнер по альянсу, изначально оказала наибольшую финансовую помощь. Хочу еще раз поблагодарить российскую сторону и Владимира Владимировича Путина за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете в этот трудный переходный период, период адаптации нашей стране. Я могу здесь открыто сказать, что только благодаря политической воле президента России создан Российский Кыргызский фонд развития с уставным капиталом в 500 миллионов долларов. Кроме того, тогда же было выделено, принято решение российской стороной о выделении для решения вопросов интеграции Кыргызстана в Российский экономический союз, 200 миллионов долларов в качестве технической помощи на поставку соответствующего оборудования и программ. По мнению Владимира Путина, экономика нашей страны уже очевидно воспользовалась тем, что находится в Союзе. То, что показатели роста ВВП на уровне 3,8%, а промышленности 4,1% – довольно хорошие результаты. Кроме того, что уже было названо, не стоит забывать, что сегодня в страну беспошлино поставляются нефтепродукты. Только за прошлый год их поступило более 100 миллионов тонн. Сегодня Россия активно инвестирует в газотранспортную сеть Кыргызстана. Не стоит забывать и про списание долгов. Это также уменьшает нагрузку на финансовую систему страны. Так что деньги можно направлять на решение социальных проблем. Вы сейчас только упомянули о инструментах и механизмах, которые мы специально создали для того, чтобы процесс вхождения Кыргызстана в Евросийский экономический союз был мягким. И чтобы экономика страны приспособилась к тем правилам, по которым живет и развивается Евразийский союз. В общем, мы очень рады возможности сегодня встретиться с вами, поговорить о тех планах, которые мы с вами вместе формулировали в предыдущее время, сверить часы, как вы сказали, и сделать все для того, чтобы все наши предварительные наметки были реализованы. Доступ к нашим овощам и фруктам в страны ЕАЭС полностью открыт. Фитосанитарный контроль отменен, а вот ветеринарный еще нет. Российские специалисты из Россельхознадзора, проведя аудит в декабре, отметили, что местный ветконтроль вполне может обеспечить безопасность по качеству продукции. Проблема, к слову, исходит не от России, а от Казахстана. Дело в транзите. Объективно говоря, все, что можно было с их стороны, они уже делают. И денег на развитие давали. На сегодня они беспошлино поставляют нефтепродукты, поставки газа идут по льготной цене, трудоустройство мигрантов в России. Столько привилегий они получили. Средства Кыргызско-российского фонда. Сегодня не мешало бы совместные предприятия на двухсторонней основе создавать. Например, российский лес можно было бы перерабатывать, сельхозпродукцию перерабатывать на совместных предприятиях, плодово-овощную продукцию, мясомолочную продукцию. У нас есть сырье, но нет оборудования. А так было бы выгодно и в Россию забирать, и в ЕС бы отправляли. У нас же ВСП+, российские товары не могут туда поступать. А наша подмарка сделана в Кыргызстане. Пожалуйста. Впрочем, казалось бы, именно на это и нацелен Российско-Кыргызский фонд развития. На сегодня из 500 миллионов долларов, выделенных Россией, одобрено 637 проектов на сумму 175 миллионов. То есть освоена лишь небольшая часть. И все потому, говорят эксперты, что работает он все по тому же банковскому принципу. Так что условия для бизнеса среднего звена, тем более для малого, неподъемные.